уже скоро 12 часов дня возможно вы еще спите так можно все проспать друзья мои я думала что вы уже давно на ногах давно встали в 5 часов утра так что вот клуб 5 часов утра есть такая книга ее советую Наталья Борисовна Правдина так я включила видеосъемочку вообще загружаю мое видео на мой канал ютуба включила видеосъемочку у меня есть такое проветривание я открыла и окна у меня и так открыто занавески знаете вот чтобы это было немножко сквознячок потому что жара 29-30 градусов вот и обратила внимание думаю что там такое натянуты два троса с левой стороны я подумала что он куда-то делся что я включила чтобы заснять он должен быть на уровне третьего этажа сейчас я вам покажу там эти знаете строительные работы строительные работы производят я специально включила это видео заснять они наоборот убрали лебедку наоборот эту лебедку убрали я вообще не поняла короче там я его увидела на уровне вот там вот наверху я его увидела может вам там видно кого-нибудь ну наверно задела вот эти штуки надо было вот так сразу заснять вот с этой стороны это лебедка я подумала вот так вот натянут два троса окно открыто вообще неизвестно вообще вот это вот такая татьяна салмановна такая бдительная короче такая супер бдительная представляете он там где-то я вот так вот на каком-то там это ну наверно задела вот эти штуки местами местами очень удивительно очень удивительно очень удивительно потому что то же самое было примерно час назад я думаю что там такое вот это вот в отражении у меня вот сюда в окно что думаю такое кидают или кинули я такая посмотрела смотрю один трос потом два троса я думаю но опять будут вонять короче жара будут опять там замазывают мешают эти вот какие-то швы идут и посмотрел сначала была одна лебедка потом две думаю хорошо когда там кого-то увижу сверху чтобы заснять я включу видеокамеру мой ноутбук а вот и там правда там кто-то вот был на этой на этой так скажем лебедки вот самое удивительное когда я включила видеокамеру эти лебедки эти тросы срочно убрали это удивительно знаете что меня удивляет меня удивляет почему потому что вот и наталья правила тайм-менеджмент все приводят в пример дональда трампа который спит по 4 часа наверное много много лет много работает суперски разбогател и в общем я просто сегодня спала 4 часа и мне иногда бывает что ну в общем знаете вот иногда приходится как бы я вот так иногда 4-5 часов у меня это очень мало у меня это очень мало ну знаете сейчас такая это и жара и дома жарко приходит знать там все там или прохладный душ или такой душ принять потому что жара знаете кондиционера у меня нету жара если такое без ветра и сколько дней уже 30 градусов на улице прохладнее вот это вот гулять хожу утром вечером вот когда прохлада на улице прохладнее чем дом то что так нагревается вот этот вот облоченный вот этот блочный дом я просто вот эти вот 4 часа сегодня спала думаю сейчас тут видео заснять и в Инаде сделать вот этот вот видеосеминар а потом думаю я вот себя так чувствую что я уже там знаете так и на канале когда летаешь там большой перелет большой перелет в Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк и туда до Коннектику там подремал в самолете как-то там подремал в общем вот это перелет и вот это так себя чувствуешь вот это вот ну странно понимаете я так странно не люблю себя чувствовать и люди наверное думают что это наверное нормальное такое состояние короче пахать надо бабло зарабатывать я не знаю честно говоря после такого перелета у меня большой опыт понимаете я летала и на Бали и в Таиланд это все большие перелеты и каждый год 4 года туда-обратно Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк и обратно так что вот в общем чувствую что я уже знаете уже пролетела уже знаете туда такое вот это такое вот состояние понимаете нет я просто удивляюсь они понимаете вот четыре часа четыре дня многие так как бы спать мало четыре часа вот и ночью ночью это четыре часа вот и как бы основное время работает и за там работать отдыхать в общем не знаю что они там чем они делают четыре часа когда они спят в общем чаек заварила себе чаек я очень думала еще поспать часов десять не то чтобы там это видео семинары там еще что-то записать понимаете текст книжки думали там сделать еще какое-нибудь суперское видео то есть суперские наряды что-нибудь вот это продумать там с книжками думаю вот это вот мне нужно отдохнуть часов десять знаете вот это вот принять знаете как это говорит принять ванну пить чашку кофе ну в душ принять я ванну здесь не принимаю у меня знаете ванна такая использую как ну в общем как-то вот это я только подушиваюсь домой а так там понимать я пол мою у меня там это ведро там ну там наливают в общем как-то там чтобы принять ванну нужно так это вообще все это отмывать вот это вот у меня же и туалет в ручном режиме спускает мне туалет пусть по большому в ручном режиме так что вот здесь такое дело ну как говорит светлана ермакова это не мешает ей быть 30 лет счастливой и жить без унитаза понимаете это как бы вот это я просто понимаете а такая думаю такую раз там трос убрали общество речата сниму думать оттуда как прошлый раз помните там такие шабурша не душу там такое у меня на балконе открыла эту штуку смотрим мужчины есть я подумал спустится с ним поговорю но с другой стороны я подумал здесь спустится место проветривать надо счет вот это вот намажет гадостью будет это вонять вонизм мало того что жара еще будет вонизм до осень им это оставить нельзя было вот это вот до осень когда прохладная погода когда не такая вот это вот жара замазывать замазывать они швы или чем там замазывают обязательно такую жару понимаете такую жару вот это что-то замазывать но то что там убрали трос когда я отключила видеокамеру это наводит меня на определенную мысль а так неизвестно кто по тросу может спуститься вот что у меня понимаешь думаю с открытой наверх разновешено вообще сегодня поскольку я там гуляла сегодня жара стала рано стало рано надо было в пять утра встать пять утра я проснулась в пять утра потом еще решила поспать поспать так еще полежала до шести а потом думаю нужно пока такой жары нет нужно конечно заняться быстром а быстрей ходьбой вот а надо было в пять часов вставать и быстрее ну легла конечно тоже поздновато вот хотелось еще поспать а потом думаю днем быстрей ходьбой здесь не займешь такая жарень вчера вечером я еще ходила около двенадцати вечера минут полчаса минут сорок я гуляла здесь вот ну как бы такой преминадик где там недалеко общем недалеко около дома не туда ходила вот это вот а вот здесь вот где такая в самокате как есть такая пешеходная самокат зона большая вот этого асфальтированная туда туда вот дальше в конец комендантского общем вот это вот шикарно и шикарно люди там что поставишь такое такая тусовка была люди женщины с детьми меня в эти удивил женщины ведь метка выхожу спорю женщина с детьми лет восьми семи девяти человек пять шесть думал 12 ночи такая женщина с детьми гуляет стол стоит люди там молодежь какая-то там за столом что-то там такое прям в этой где деревья растут так что вот ну один почувствую что у нас теперь как сочи здесь знаете как одесса в общем жара и очень хорошо было вечером очень хорошо прохладно вот я найти туда прошла на углу здесь комендантского на углом на углу нашего дома долгозерной комендантский разговаривали две женщины одна пенсионерка другая помоложе вот они разговаривали потом я туда прошла еще прогулялась минут 15-20 обратно возвращаюсь они все стоят беседуют я думаю это вообще просто офигеть но одно дело как это молодежь там вот это понятно такая дяденька знаете вот это вот в двенадцать ночи такая пенсионерка там с кем-то беседует минутой за полчаса а знаете о чем они говорили когда проходила мельком она говорит вот что-то тут они говорили про температуру температуру температура на 10-12 градусов ниже но имеете ввиду если знаете сейчас вот это 30 то она 20 градусов в общем они про температуру температуру воздуха говорили так что вы что там снизилась или так дальше температура снизилась какая-то вот тема я точно я что я не слушалась я вот где это что когда может когда вот это вот было немножко такое похолодание в общем чай заварила себе чайку теперь буду с сахарным песочком чайок холодненькой водичкой такая у меня айс такой айс водичка разбавлю ну что и что еще то еще интересного интересного да жалею что гамака на балконе нет а так знаете вот такая погода на балконе самое то знаете в гамачок можно там долечь поспать вообще на самом деле вечерами вечерами такая шикарная 20 яндекс пишет что вечерами как раз 20 градусов на улице а помещение нагревается так вообще такая жарень ну вот ну конечно жарень жарень а я вот прежде чем вчера оттенит например там сразу такой под холодную воду холодный душ в принципе он эти под холодный душ и даже если знаете вообще просить просто холодную воду вообще просто такая ледяная вода сразу знаете как там говорится очень бодрит а потом я думаю ну да знаете иногда бывают холодные озера холодное море знаете на море поедешь оно холодное как в коннектикут как штате коннектикут там если летом поедешь на это что там проходит как-то в океан или что-то такое даже не поняла он такое холодное вообще вообще просто жесть мы однажды ездили знаете с девушкой с которой мы англии на летом на курс английского в харффорде комьюнити колледж ходила с одной дам девушкой познакомилась мы с ней по-моему один раз тут мы с ней ездили да наверно с ней ездили так там такая холодная вода вообще даже не войти ну кто там решает купаться понимаете здесь тоже в принципе если так это вообще холодную воду включить сразу будет вообще не жарко ну это точно а то понимаете я чуть немножко так вот это вот а так в принципе если конечно по супер холодную воду осень гулять поздновато с ней сходила я погулять после 6 часов уже утра минут 45 наверное гуляла я дошла то же самое вот это не мимо церкви туда через дорогу помимо этого озера туда до универсама и обратно и когда я проходила мимо церкви там часовенька вот это кстати там люди слина шли нашли на службу даже мужчина на машине приехал на службу в церковь вот и женщины шли в платочках так что люди посещают часовню когда я обратно шла там была служба в этой часовне окна там открыты было слышно а когда я туда шла смотрю на дороге там такая пешеходная зона смотрю маленький котеночек сидит я вообще даже такой месячный такой маленький таких кошек знаете голубого окраса такой маленький котеночек это было киеса я хотела его взять хотя сама она хотела его взять потому что ну конечно он оказался диким котеночком я к нему а он стал убегать убегать мимо входа в церковь туда перед долгоозерную побежал в общем к дому побежала конечно я вот за ним но он в общем ну вы понимаете да такой я думаю может быть если он еще маленький но одно дело домашний котенок другое дело конечно котенок дикий если он будет знаете хоть и маленький ко всем идти то с ним не известно что могут сделать так что вот потом я подумала я может быть он в руки даст я думаю это платье в таком открытом знаете в длинном сарафане я была такой сарафан такой платье я подумала даже как его даже если вот так взять он наверняка будет в общем это надо что то чтобы во что то его как то взять и подумала что ну в общем как то вот так меня это так удивило Ну да, вот что-то опять показывает, опять показывает, час времени будет загружаться. Ну ладно, придется немножко, сейчас немножко я сброшу, а вчерашнее видео загружаю, вчерашнее, сейчас. Ох, знаете, и подул такой ветерок, ведь хорошо, у меня там вот все открыто, знаете, когда вот такой ветерок, если бы был северный ветер, в принципе, знаете, Петербург славится северными ветрами, если бы северный ветер был сильный, вообще было бы прохладно, нормально, понимаете, не южно. Вот 28 градусов, шикарная цифра, цифра шикарная. Если, знаете, если есть кондиционеры, цифра совершенно шикарная. Совершенно шикарная погода, когда живешь, там, не знаю, там, квартира дома с кондиционером, знаете, выехал на шикарной машине тоже с кондиционером, в магазины за продуктами или куда там, в офис, там тоже кондиционеры, так что это просто супер, когда кондиционеры. Вот так вот по поводу, возвращаясь, тайм-менеджмент, тайм-менеджмент, вот эти вот 4 часа, понимаете, ну, наверное, люди привыкшие, они спят 4 часа, они привыкли, я просто не привыкла. Я вот думаю поспать еще часов 8, с другой стороны, я сейчас думаю, дейтайм, нужно, в общем, как-то вот это вот, и завтрак, в общем, позавтракал, а потом, понимаете, с этим вообще вот это вот, часы идут, и время вообще и в принципе теряешь, понимаете, вот это не выспалась, вообще мне кажется, фигня какая-то, не выспалась, думаю, отдохнуть надо, а потом думаю, дейтайм, может быть, все видео там, в общем, это изучить материал к моему следующему, вообще вот этому, так скажем, это моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, с вами я, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудина, это тайм-менеджмент, мы говорим с вами о тайм-менеджменте, клуб 5 часов утра, кто спит 4 часа, 4 часа, я просто делюсь своим опытом, мне кажется, что поспать 10 часов, встать и быстренько в хорошем состоянии, когда уже выспалась, вот это все сделать, понимаете, вот это, а вот это 4 часа, я говорю, что вот это время идет, а я думаю, вот это еще надо поспать, сейчас я посижу отдохну, сейчас я чай попью, вот это вот, лучше бы я еще поспала, знаете, 8 часов, не, ну, конечно, понимаете, погода шепчет, хочется вообще, знаете, как-то вообще вот это, как-то расслабиться, вообще вот это вот, потепу чуть-чуть позагорать, куда-нибудь там, на морях, хочется клубники, хочется чего-нибудь такого шикарного. Так что вот, с другой стороны, я подумала, может быть разные, то есть разные люди, может быть разным людям по-разному они могут спать, кто-то может 4 часа спать кому-то, вообще говорят, знаете, для красоты нужно спать достаточно много, что в 8, это София Лорен пишет в книжке. Ну, еще хочу вам зачитать, знаете, вот такую интересную информацию. Информацию. I have some other projects I have done in some countries. 6.32 6.32 Так что вот 7.32